Всем привет, друзья! У меня есть вот такой вот iPhone, вот такая вот зарядка Apple MagSafe. Стоит она 4000 рублей, это немалые деньги, и поэтому в сегодняшнем видео я расскажу вам о минусах данной зарядки. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и погнали! Итак, данная зарядка в эксплуатации мной уже более двух месяцев. И, собственно говоря, я составил список, по которому можно уже понять плюсы и минусы. И первый, самый очевидный и разрушительный, неприятнейший, на мой взгляд, минус, это то, что вот эта вот вся конструкция нереально греется при зарядке. И я уверен, что вы даже и не представляете, насколько все это греется, пока не попробуете сами. Потому как греются и обычные зарядки, но здесь просто зарядка и сам телефон раскаляются до просто таких температур, что, например, положить себе на кожу эту всю конструкцию, ну, просто нереально. Можно получить ожог. И самое интересное, что на сайте Apple об этом тоже говорится. Apple знает об этой проблеме, но пока что ничего либо не хочет делать, либо не может ничего сделать. И еще одна проблема, вытекающая из этого. При нагреве смартфона, iPhone у нас начинает терять, менять яркость. Пользоваться им, например, даже сидеть в интернете, листать какие-то страницы становится просто невозможно. Во-первых, держать некомфортно, ощущения становятся болезненными. А во-вторых, яркость дисплея прыгает так, что, ну, какие-то страницы читать вообще некомфортно. Поэтому вот такой вот очевидный минус. Надеемся, что Apple со временем все-таки это исправит. И будем обязательно надеяться, что это что-то программное, а не механическое. Второй минус это то, что данная зарядка выполнена в светлых цветах. Здесь, как мы видим, такой алюминиевый серебристый цвет. А вот эта вот сама часть, где, я так предполагаю, находятся магниты, она покрыта таким белым пластиком. И вот этот белый пластик, я пользую эту зарядку, ну, месяца где-то два. И он уже вот в таком вот грязном печальном состоянии. Это при всем при том, что я, как прихожу с улицы, на полном серьезе мою данный iPhone с мылом под водой. То есть он у меня постоянно чистый. И вы посмотрите, в каком состоянии вот эта зарядка, а она соприкасается лишь с задней крышкой данного смартфона. Поэтому, на мой взгляд, Apple немножко неправильно подобрала либо материалы, либо сами компоненты для вот такого вот занятия. Чтобы вот эта часть постоянно соприкасалась с задней крышкой. Третий минус это то, что сам вот этот зарядный блок, ну, очень маленький. Да, это удобно вот так вот сделать, но если у вас, например, данная зарядка подключена к розетке, а вот эта вот штучка лежит на столе, например, ну, это просто неудобно. Посмотрите, она просто болтается по столу. Если бы она была какой-то большой, как вот большая MagSafe, то она бы просто стояла и лаконично смотрелась. Но этот же маленький блок постоянно в разных местах. Ты здесь прицепил, здесь отцепил, кинул, и она постоянно вот так вот с проводом у тебя болтается. Выглядит это, когда она лежит вот так на столе, не очень приятно. Следующий минус в том, что сама зарядка MagSafe это одна цельная конструкция. То есть, если где-то перетрется у вас кабель, как это, кстати, часто бывает с обычными кабелями, просто в местах сгиба он начинает перетираться и в итоге отваливается. Здесь точно такая же история. Если где-то на сгибе кабель перетрется, то все, 4000 рублей просто выкинете в урну. Я не знаю, могли бы в Apple сделать, чтобы вот в эту вот голову вставлялся вот в этот кабель, тоже через какой-нибудь переходник, например, Lightning. Нет, они сделали цельную конструкцию, которая, кстати говоря, не сильно-то и надежная. Вот эта вот пипочка заходит вот в такую вот тоненькую, кругленькую конструкцию. Поэтому я думаю, что со временем все это перетрется и просто придется выкинуть всю эту дорогую зарядку. Пятый минус. Я как сторонник красивого логотипа Apple откусанного яблочка говорил уже, что они на iMac'ах на новых не напечатали логотип спереди, чтобы бренд был узнаваемым. Та же самая история и здесь. Почему бы вот здесь вот не нанести печать со своим яблочком? Было бы красиво, даже когда вот так вот зарядка подключена к телефону, это выглядело бы ну просто фантастически. С логотипом все как положено, красиво, лаконично. В общем, смотрелось бы намного лучше, чем смотрится сейчас. Непонятно даже, что это за зарядка. Да и непонятно для многих людей, что это вообще подключено к смартфону. Так как я спрашивал у нескольких людей, как они думают, что это такое. И все они практически отвечали, что это микрофон. Поэтому здесь не хватает, конечно, логотипа. Выглядело бы это намного круче, чем сейчас. Ну и шестой, крайний минус на сегодня, это, конечно же, цена. 4 тысячи рублей. Как говорится, при всем уважении. Но это, вот это, не стоит 4 тысяч рублей. По моим ощущениям, цена данной зарядки, ну где-то 2-2,5 тысячи рублей. 4 тысячи слишком завышенная цена. Поэтому в конце данного видео, посоветую ли я вам данную зарядку или нет, посоветую. Но не за 4 тысячи рублей. А за 2 или 2,5. Это очень удобно. И почему это, в принципе, удобно, я расскажу в одном из своих следующих видео. В котором обозначу плюсы данной зарядки. Ну а если вам понравилось данное видео, обязательно ставьте свои царские лайки. Если по какой-то причине не понравилось данное видео, ставьте свои не менее царские дизлайки. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, все уведомления. Я с вами не прощаюсь. Еще увидимся в интернете. Всем пока!